Амбассадор каллиграффити современности Пакрас Лампас создал новый арт-объект. В своем инстаграме художник опубликовал фото казанского моста Миллениум. Подробнее в нашем следующем сюжете. Популярный российский художник-каллиграф Арсений Поженков, более известный как Пакрас Лампас, посетил столицу Татарстана. Из всех архитектурных объектов Казани его заинтересовал мост Миллениум, на который он решил взглянуть, что называется, по-новому. Новоиспеченное изображение на мосту напоминает слово «инструмент», что явилось попыткой создателя ответить на вопрос, в чем смысл денег. Фотография была выставлена в рамках благотворительного аукциона фонда «Подари жизнь» в конце сентября. Сегодня небо плачет так же, как и люди, которые хотели увидеть произведение искусства вживую. Когда Пакрас Лампас выложил в инстаграм долгожданную работу, жители Казани толпой побежали сюда, к этому мосту, чтобы сделать классные фотографии и записать крутые истории. Однако и ждало сплошное разочарование. Весь роспись оказалась цифровой. Пакрас Лампас показал, как с помощью цифровых технологий он расписал Казанский мост Миллениум. Фотография подсвеченного 3D-мэппингом объекта продается как NFT. Он старается быть на самом краю инновационности, он старается создавать коллаборации с самыми известными, самыми передовыми людьми в технологиях, в искусстве и так далее. Искусство, существующее только в цифровом виде на серверах, может принести большие деньги. С помощью NFT можно продать почти любой виртуальный объект – изображение, музыку, тексты, 3D-модели. Но чаще всего речь идет об объектах цифрового искусства, что как раз и демонстрирует Арсений Поженков. Одну из его работ, например, купили за 29 тысяч долларов. Данный вид искусства, он есть и будет развиваться. И на сегодняшний день это одно из самых популярных направлений, в том числе не случайно и в нашем институте, в Институте дизайна и пространственных искусств при КФУ. В этом году открылось направление моушен-дизайна. Единого и четкого определения у NFT нет и, вероятно, не появится. Подтвердить какую-то свою цифровую работу в интернете до NFT было практически невозможно. А сейчас, благодаря этой технологии, кажется, что это станет реальностью. Мы можем подтверждать как любое медиа-искусство, так и любой продукт в принципе. Это своеобразное цифровое имущество плюс набор определенных прав на него. И с технической точки зрения, неважно идет ли речь о настоящем искусстве или о случайно созданном файле. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!